Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Разумеется, среда пришла, неделя прошла. Начнем с такого оптимистичного старта, этот брифинг. Разумеется, рассмотрим перспективы основных валютных активов, собственно, как мы всегда это делаем, с анализа вчерашнего новостного фона. Поскольку у нас есть возможность актуализировать именно фундаментальные события каждый день, давайте не будем нарушать эту традицию и посмотрим затем, что же интересного произошло за последние торговые сутки. Также не стоит забывать о том, что в ходе этого брифинга будет анонсировано очередное бонусное слово, кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkest. Чтобы воспользоваться этим бонусом, так же все предельно просто, как и всегда, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять его, соответственно, на бонусное пополнение. Сегодня величина бонуса 6,5% и действует он до завтрашнего брифинга, то есть до завтрашнего утра. А само слово анонсирую либо ближе к середине брифинга, либо ближе к концу. Ну а теперь давайте переходить к нашим вступительным традиционным начальным активам. Это динамика черного золота и, разумеется, российской валюты. Что мы наблюдаем сейчас по бренду? Актуальные цены 48,77. В целом бренда продолжает консолидироваться недалеко от уровня 50 долларов за баррель. Мы видим то, что есть попытки со стороны побычи настроенных трейдеров все-таки засыпиться за уровень 49, подобраться к полтиннику поближе. Но пока все эти попытки не состоятельны, вот уже который раз, в принципе, бренд восстанавливается так и не дойдя до этого рубежа, потому что все-таки общий фундаментальный фонд создает куда больше оснований для долгосрочной коррекции. И поскольку мы все-таки делаем ставку именно на позиционный трейдинг долгосрочный, мы прекрасно понимаем, что достаточно оснований для последовательных продаж позиций черного золота бренда и WTA. И движение этого актива как минимум в район 47-45 долларов за баррель. Ну а потом будут уровни, я уверен, еще ниже, если, конечно же, фундаментальная картина не изменится. Если изменится, обязательно расскажу. Вчерашняя торговая сессия. С чем был связан рост? Я думаю, что по причине отсутствия чрезмерного негатива для черного золота в целом было воспринято трейдерами как позитивный фактор. Поэтому те, кто хотел локально прокатиться на потенциальном возможном бычьем импульсе, наверное, сделали это. В качестве дополнительного источника драйва для роста можно отметить вчерашние данные по запасам нефти США. В частности, по версии частного агентства API запасы снизились до минус 3,7 баррелей. В Кушинге также чуть просели, но незначительно. В целом, мы продолжаем все-таки ожидать более объективных показателей в связи с тем, что я уже сообщал. Мы сейчас вступили вместе с американскими статистами в период сезонного снижения объемов производства, выработки, точнее обработки даже нефтересурсов. А значит, сейчас можно делать ставку на то, что запасы будут планомерно расти. Когда эта тенденция действительно проявится на рынке, через неделю, через две, это вопрос. Но не такой уж и большой, потому что мы прекрасно знаем, что эта тенденция должна иметь место быть, потому что за последние три года, примерно в эти месяцы, вплоть до конца осени, наблюдалась именно такая тенденция. Соответственно, для позиции черного золота это еще один негативный фактор давления. Также вчера со стороны многих инвестиционных банков были пересмотрены, точнее даже предложены обновленные прогнозы по темпам экономического расширения Китая. И здесь снова очень много негатива, потому что никто не верит в Китай. Действительно, учитывая последние макроэкономические данные, есть куда больше объективных оснований планомерно прогнозировать вместе с прочими пессимистами, а может быть даже и, наверное, фундаментальными реалистами, то, что статистика предполагает соответствующее ослабление экономики Поднебесной, а вместе со слабостью Китая мы делаем такую же ставку на то, что эти риски будут транслироваться и распространяться по всей мировой экономике. Соответственно, пока, говоря о перспективах темпов экономического роста мировой экономики, мы все-таки закладываем те риски, которые присутствуют. А значит, не стоит делать ставку на возможную активизацию спроса и восстановление баланса между вот этими ключевыми категориями экономическими для черного золота, то есть спросом и предложением. А значит, негативный фактор, они остаются, и мы пока от них, разумеется, не отказываемся. Если есть риски для мировой экономики, эти риски, прежде всего, сейчас актуализируются на фоне обновленных данных по Китаю, значит, появляется серьезная предпосылка для такой и локальной, и средней, и долгосрочной разгрузки черного золота, и бренда, и WTI. Поэтому вчерашний рост, я думаю, что также был не совсем оправдан, хотя я уже давно говорил о том, что какосрочно делать прогнозы, это дело неблагодарное. Лучше ориентироваться на средне-долгосрочный трейдинг, потому что только так можно оценить реальную фундаментальную картину и тенденции, которые присутствуют на рынке. По бренду, еще раз напоминаю, мы продолжаем смотреть в сторону более низких ценовых значений, и у нас есть уже объективные предпосылки говорить о том, что эта цель будет реализована. Почему буквально несколько часов назад были опубликованы данные по индексу производственной активности Китая, PMI? Статистика очень плохая, по факту показатель 47, то есть индикатор на этом уровне находится ниже 50. Мы знаем то, что как раз рубеж 50 отделяет восстановление от стагнации исключения придастей в рецессию. 47 – это хуже как прогноза, так и, собственно, оценки прошлого периода. Значит, промышленный сектор продолжает слабеть. Все причины – Народный банк Китая сослался на то, что все мы прекрасно видим, что происходит с мировой экономикой. Объемы экспорта Китая падают по причине, опять же, затухания мировой экономики, по причине снижения конкурентоспособности национальных производителей, из-за, в том числе, возросших затрат на зарплату. Если эта тенденция сохранится, а вероятность очень велика, значит, показатели экспорта будут дальше снижаться и, в целом, приводить к серьезной просадке промышленного сектора. Ну, хотя ниже, наверное, уже практически некуда, потому что, судя, что показатели находятся на уровне 47, это минимальный уровень за последние, наверное, лет 6-7. То есть, получается, но уже, наверное, достигнуто, как Китай будет противостоять актуальной статистике и что будет предпринимать для того, чтобы вытащить промышленный сектор, а промышленный сектор – это ключевой драйвер для экономики в целом. Посмотрим, будем наблюдать за этой ситуацией. Ну, а пока я считаю то, что актуальная цифра PMI по Китаю является хорошим предвестником для прошлых активных медведей по позициям черного золота. Напомню, что около месяца назад именно этот индекс и стал причиной о серьезной разгрузке китайской фондовой секции и спровоцировал чрезмерные опасения волатильности на всех финансовых рынках. Ситуация может повториться и сейчас. Поэтому торговая сессия у нас, как такова, еще впереди. Риски существуют и есть, разумеется, фактический отчет, который позволяет нам закладывать эти риски в дальнейшую динамику и стоимости черного золота. Мы видим, как бренд сегодня уже снижается. Я думаю, что по итогам торговой сессии сможет забраться еще ниже. Тем более, что вечером мы ждем данные по запасам нефти. И, быть может, в этот раз запасы вырастут. Если это произойдет, значит черное золото будет испытывать еще больше фундаментальный прессинг даже в рамках локального трейдинга, то есть внутри дня. Еще раз напоминаю, 47 и ждем 45 по бренду. Российская валюта. Актуальные котировки на премаркете 66 и 10. Думаю, что в целом, учитывая ослабление золота, черного золота сегодня, стоит ожидать, что с открытия торгов рубль также окажется под давлением. И, в принципе, может быть, уже до конца сегодняшней торговой сессии сможет уйти в район 67 или выше. Но дальше будет зависеть, конечно же, от того, как поведет себя нефть. Других факторов на рынке сейчас нет. Как только мы подойдем к пику, связанному с выплатой долговых обязательств, точнее налоговых обязательств российских экспортеров, мы коснемся этой темы. Но я уже отмечал, какого-либо позитивного вклада и ожиданий, а по факту очередного налогового периода мы пока на рынке не строим. Идем дальше. Евро-доллар. Актуальные котировки на текущий момент чуть выше 1.11, наверное, 1.11.30, где-то так. Если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, это еще один день стремительной разгрузки. Мы видим то, что трейдеры продолжают обсуждать риски, связанные с возможностью запуска новых мер экономического стимулирования со стороны ЕЦБ. Прекрасно понимаем, что экономика нуждается в этой поддержке, потому что инфляция слабеет, да и последняя статистика также указывает на больший негатив в отношении всего валютного блока. Поэтому в качестве ключевых идей для разгрузки евро-доллара у нас по-прежнему остаются доп. экономические стимулы, у нас по-прежнему остается очевидный контраст между политиками Европейского Центрального Банка и Федеральной резервной системы. Мы видим, как доллар использует любую возможность для усиления собственных позиций, поэтому сила растущего доллара – это еще один третий негативный фактор для динамики главного валютного риска. Расхождение доходности, спред-доходности между американскими трежерисами и немецкими бумагами. Сейчас, по сути, немецкие двухлетние облигации торгуются в районе нуля, в то время как американские планомерно продолжают расти, повышая привлекательность инвестирования именно в активы американского рынка, что в целом усиливает обменный курс доллара. Ну и еще, наверное, в качестве, может быть, серьезного сейчас фактора негатива для евро стоит отметить скандал с Вольтсвагеном, я думаю, о котором все прекрасно знают, поскольку это уже, наверное, одна из самых интересных новостей на рынке, потому что за несколько дней, по сути, акции Вольтсвагена просели больше, чем на 20%. Ключевая причина – это, скажем, обвинение в адресе немецкого автоконцерна касательно манипуляций с экологическими стандартами и требований к производству автомобилей. Прежде всего, речь идет о дизельных двигателях. Иск инициировала американская сторона, и они отмечают то, что тестирование оборудования проводилось на, скажем, то есть оборудование, которое закладывалось в основу теста, было неисправно, поэтому, в принципе, Вольтсваген ввел в заблуждение, разумеется, представителей американской стороны, вследствие чего сейчас у США появляются абсолютно все основания, чтобы выдвигать серьезные исковые обвинения. А сумма этого иска составляет 18 миллиардов долларов. Очень много. Будем надеяться, что Вольтсваген сможет в перспективе справиться с этой проблемой. Но почему, скажем, вот этот скандал, который больше относится к фондовому рынку, сейчас стоит использовать в качестве негатива для европейской валюты? Все очень просто. Речь идет об очень крупной сумме. И, разумеется, Вольтсваген должен, прежде чем исполнить это обязательство перед, разумеется, американцами провести серьезную конверсионную сделку на внутреннем рынке. То есть, обменять, по сути, миллиарды евро на американскую валюту. И сам факт того, что на рынке может увеличиться ликвидность, то есть, на рынок может вылета несколько миллиардов евро, может привести к серьезному резонансу по показателям спроса и, разумеется, сказаться негативным образом в динамике евро-доллара. Я считаю то, что эта ситуация уже отражается в паре евро-доллар, но, может быть, потенциал еще до конца не исчерпан. И плюс к тем факторам, которые я уже назвал, у нас достаточно оснований, чтобы снижаться вместе с ключевой валютной парой рынка Форекс с той целью, которую мы поставили ранее. Это значение 1.10. До него остается, с учетом актуальной котировки, чуть больше 100 пунктов. И можно сказать, что за последние несколько дней евро-доллар уже свалился с локального хая, который значился выше уровня 1.14, то есть, коррекция около 300 пунктов. Далее идем. Доллар японская иена. В целом, если я уже отметил риски, которые характерны для мировой экономики, разумеется, опять же, после еще публикации слабых данных про промышленную сектору Китая, мы видим то, что сегодня с азиатской торговой сессии приседает шанхайский композитный индекс. Сейчас потери больше 1,5%. И поскольку история, наверное, снова повторяется, не будем говорить о том, что она приведет к таким же негативным последствиям, как это было несколько недель назад, но все-таки риски присутствуют. И сейчас на фоне снижения шанхайского композитного индекса мы видим, как трейдеры снова начинают перекладывать свои сбережения, свои капиталы и институциональные капиталы, разумеется, в защитные активы, к которым относятся японская иена и швейцарский франк. В частности, вчера эта идея также была актуальна, поэтому мы увидели, как пара доллара и японская иена скорректировалась и снова оказалась ниже уровня 120. То есть никак пока у доллара не удается зацепиться выше этого сопротивления, но я думаю, что это вопрос времени. Несколько дней назад, точнее вчера, мы актуализировали последние комментарии представителей Федеральной земной системы касательно сроков повышения процентной ставки. И, собственно, исходя из комментариев представителей региональных банков Атланты, Сент-Льюиса, Ричмонда и Сан-Франциско, у нас уже достаточно аргументов и оснований говорить к тому, что американская экономика с каждым днем сейчас все ближе становится к решению касательно ужесточения монетарной политики. Мы знаем то, что, в частности, Денис Лохард, который выступал вчера и сегодня, также нас ждет продолжение его конференции, и отмечает, точнее, по сути, делает такой рыночный спекулятивный анонс того, что он проголосует за повышение процентной ставки, потому что, исходя из, опять же, национальной экономики, внутри США созданы уже все условия для того, чтобы ужесточать монетарную политику и перейти к нормализации денежно-кредитного курса. Не нужно сейчас циклиться на мировых экономических рисках, потому что риски такого масштаба, они всегда присутствовали и всегда будут действовать на финансовых площадках. Поэтому сейчас лучше абстрагироваться от внешних экономических реалий и все-таки сделать большую ставку на тот прогресс, который наблюдается в рамках американской экономики. Это по рынку труда, по рынку недвижимости, по сектору услуг, да и, наверное, трех вот этих секторов, в принципе, уже достаточно, чтобы сказать о том, что следующие темпы экономического восстановления будут еще круче, чем предыдущие. Напомню, предыдущая оценка 3,7%. Самый крутой результат, самый лучший результат среди всех развитых рынков. Поэтому сейчас мы ждем, пока опасения пройдут, пока инвесторы начнут снова выходить из франка и японской иены и ждем соответствующего роста американского валютного актива. Краткосрочно, может быть, не удивлюсь, если доллар и японская иена сегодня просядет, но мы, опять же, делаем ставку, исходя из долгосрока и продолжаем верить в то, что лидером рынка по-прежнему остается именно американская валюта. Наша цель – снова движение в район 125 по паре USD и иена. Хочу отметить также пару фунт-доллар. Вчера, собственно, из значимых макроэкономических отчетов, по сути, не было ничего интересного. Стоит отметить по Британии только, наверное, заимствование на внутреннем рынке правительства. И все время мы обычно игнорировали этот макроэкономический отчет. Но вчера других релизов не было. И, скажем, на этот инфоповод я все-таки обратил внимание, потому что он вроде бы как действительно интересен. С чем это связано? Из-за снижения налоговых поступлений правительство было вынуждено увеличить дефицит бюджета на самый максимальный уровень за последние три года. В частности, объем, скажем, заимствований на внутреннем рынке составил по факту 11,3 млрд фунтов. Это очень много. И это в целом указывает на те риски, даже с ликвидностью, которые присутствуют на британском рынке. Вспомним еще прошлый негатив. Не буду сейчас акцентировать на него внимание. Помните промышленный сектор, темп экономического роста, сфера услуг, экспорт, торговый баланс, роничные продажи. Но достаточно. Это еще, конечно же, низкая инфляция. Поэтому фунт уже на азиатской торговой сессии, уже четвертую сессию подряд активно корректируется и двигается к той цели, которую поставили мы. Точнее, к тому уровню отложенного ордера, который уже должен находиться в рынке. Потому что, еще раз напоминаю, поймать все это коррекционное движение сверху было очень проблематично. Поэтому мы решили довольствоваться минимумом. 1,52 поддержка будет протестирована сверху вниз, значит доберемся еще и до значения 1,50. Советую присоединиться к этой инвестиционной идее. Но совершенно очевидно то, что фунт корректируется. USDCAD. Актуальные котировки 1,32,97. Чуть-чуть еще осталось до ближайшего сопротивления, мощнейшего сопротивления 1,33. Напомню, что этот уровень является нашей среднесрочной целью. Поэтому, может быть, даже уже сейчас пара оказалась выше этого значения. Если так, то можно добавлять в те идеи, которые мы реализовали за последние месяцы, еще одну очень хорошую и прибыльную профитную сделку. USDCAD 1,33. Если закрылся или закроется, если уровень еще не достигнут, этот трейд по тейк-профиту, я считаю то, что есть потенциал для еще большего ослабления канадца. Поскольку до конца года я уже поставил цель движения в район 1,35. Поэтому спасибо канадцу. Очень много за год мы провели прибыльных сделок. Но сейчас можно использовать и еще одну возможность для локального ослабления. А вот USDCAD. Наша цель 0,70. Ближайшая актуальная котировка 0,70,25. И в этом активе, тандеме активов, мы практически добрались до нашего целевого значения. Еще чуть-чуть окажемся ниже этой поддержки. Ну, собственно, как только это произойдет, я снова актуализирую уже новые цели. И мы посмотрим на то, что можно ожидать от австралийца дальше. И пару слов про перспективы USDCAD. Я отмечал то, что пара полномерно движется к своему паритету. В принципе, сейчас до него остается уже 250 пунктов. И если кто-то сомневается в том, что это значение будет достигнуто, я советую вам не сомневаться. Уже, когда мы стали анонсировать эту идею, пара торговалась на 500 пунктов ниже. Сейчас остается 250 пунктов, но по-прежнему есть возможность присоединиться и к данному тандему валютных активов и прокатиться вплоть до паритета. Что касается кодового слова на сегодня, это индекс. Еще раз напоминаю, что величина сегодняшнего бонуса 6,5%. Из важных отчетов стоит обратить внимание на конференцию Марио Драги, которая пройдет сегодня в 16.00 по московскому времени. Если господин Драги анонсирует даже в формате вербальных интервенций новые меры экономического стимулирования, ждем еще большего давления на позиции главного валютного риска. На этом все. Если есть вопросы, конечно же, задавайте их под видеоокном на нашем официальном канале на YouTube. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...